Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Убраны поля, только стерня напоминает, что там росли какие-то культуры. В саду зряет урожай яблок, груш. Знаете, пришла осень. И о чем мы сейчас будем вспоминать? Нет, пока еще не о наших градках. Есть проблемы более насущные, более жизненные. Ночи становятся прохладнее, дни становятся короче. И вот с полей, ближе к теплу, ближе к жилью, начинают пробираться кто? Мыши и крысы. Конечно, эти млекопитающие могли жить у вас и раньше. Но вот именно осенью идет миграция из мест временного проживания, из природы, ближе к человеческому жилью. А они нам могут говорить очень многое. Ведь они повреждают и зерно, и пищевые продукты, и промтовары. Даже книги грызут, они точно так же. Мебель могут погрызть. И вот как справиться с этой аравой? Тем более, если знать их биологию, там очень интересные факты вскрываются. Что вот, например, в Беларуси, в частности, откуда мы ведем этот ролик, есть что? Четыре вида мышей, два вида крыс. Мыши дают до восьми поколений в год. И в каждом поколении до четыре, пять, а то и девять, и даже десять мышат. Крысы три раза в год плодятся. И в каждом помете где-то до пяти крысят. Четыре, пять крысят. Так что эта арава очень такая сильная. И нанести вред она может нам очень-очень существенно. Ну, что необходимо предпринять? Ну, самое первое, что мы предупредим, чтобы эти грызуны не появились в наших сараях, гаражах, мы предупредим предупредительные меры. Предупредительные меры очень простые. Они доступны каждому, и вы легко их поймете. Самая первая предупредительная мера, что разбросаем растения, которые не нравятся нашим грызунам, то есть мышам и крысам. Это какие будут такие растения? Вот красивый букетик, смотрите. Это полынь серая. Вы знаете, она еще и лекарственная, в аптеках продается для возбуждения аппетита. Второе растение – это пижма. Сухая пижма будет лежать и очень хорошо отгонять мышей с вашего участка. Вы, если жоните где-то ваш урожай в бурте, нужно также закладывать в бурт эти растения. Можно и сырые, на дно, сверху бурта. Значит, уже мыши и крысы не будут туда лезть, не будут портить ваш урожай. Следующая культура, которая также очень хорошо отгоняет мышей и крыс – это богульник. Ну, богульник – это если есть у вас болото. Я его специально не показываю, потому что растение более редкое, и у каждого есть возможность тот богульник. А полынь и пижму вполне можете использовать. Далее, чем еще можно отвадить мышей и крыс от наших жилищ – это аммиашная вода, которая продается у нас, как нашатырный спирт. Ну, многие могут скептически улыбнуться, и очень напрасно. Потому что в пору моей молодости, когда я работал на производстве, еще в прошлом столетии, это, кстати, было, давным-давно, полвека назад, мы кормили коров соломой. И вот для того, чтобы эту солому не поедали мыши и крысы, не делали там гнезда, скирды, соломы обрабатывались водным раствором аммиака, вставляли специальные штыры, и брызгался аммиак. Сейчас скирда, несколько проколов в скирде в разных местах, у нас здесь уже все. Мыши и крысы слышат этот запах, запах аммиака, им очень неприятен. Они уходят с этого места. И что мы можем делать дома, а дом можем сделать очень просто. Можем взять, пропитать какую-то губку, положить в полиэтиленовый мешочек, и взять, пробить отверстие, чтобы этот запах потихоньку распространялся. И разложить в тех местах, где вы ожидаете, что могут прийти мыши или крысы. Значит, ну точно так же можно сделать испитые пакетики с чая. Высушили пакетик с чая, замочили в аммиаке, развесили, запах будет сохраняться очень-очень долго. Следующее, что еще можно сделать, ватку. Пропитали ватку, опять же положили, ну опять же лучше в пакет какой-то, дырочки сделали, она будет опять же долго отдавать запах, и мыши и крысы покинут ваш участок. Это отпугивающая. Следующая, что как бы многие предпринимают, это отлов, это отлов на мышеловке. Отлов на мышеловке, крысоловке. Они отличаются конструкцией и отличаются, конечно, размерами. Маленькие, большие. Вот как это у меня 10 сантиметров, вяжешь и 15, и 20 сантиметров. Вот. Ну вот тут я подскажу вам одну такую подсказочку сделаю. Значит, мы когда делаем вот такую вот конструкцию, наводим, вот мы делаем приманку. Ну и кто на приманку, кто что использует. Значит, на приманку очень хорошо использовать вот два ингредиента, которые опровергивают, которые очень помогают. Это шкурка от сала. Маленький кусочек шкурки нацепляем на эту приманку. И вторая приманка, это семечко тыквы. Обыкновенные тыквы именно в шелухе. Значит, смысл, что если сделать какую-то приманку мясную или что, они могут съесть, и то, что мы взвели пружину, она не сработает. А вот шкурку, она непременно, ну, усилие надо приложить, подтянуть. Раз подтянуть, наш резун будет пойман. Семечко тыквы действует точно таким же образом. Попробуйте, и вы больше не будете искать никаких приманок для ваших мышей и крыс. Ну, тут, конечно, нюанс такой, что любую нашу мышеловку-крысоловку надо закрепить, ну, привязать каким-то шнурком, потому что бывают и мыши большие, и крысы большие, они могут куда-то утянуть. А так, если она навязана, значит, ваша мышь или крыса уже далеко от вас не уйдет. Ну, это такой способ тоже есть. Ну, в интернете можно найти, конечно, и другие способы. Делаются перевороты дощечки с водой, с приманкой, где мыши падают в воду. Это можно посмотреть, ну, сделать. Не хочется возиться, заморачиваться? Ну, конечно, можно не заморачиваться. Ведь сейчас производство всяких родонцидов, как они называются, это сам препаратов, которые против мышей, они очень-очень развиты. Вот можно порекомендовать, что? Зерновые приманки, наповал вот это самое, крысиная смерть, это гранулки, брошь-гранулки, восковые брикеты, шторм. Ну, тут только вот, что необходимо помнить. Ну, и как бы получают, вот, закупают вот эти все, что я вам назвал, приманки, и что берут, делают, и просто-напросто их высыпают. Делать это неправильно, нельзя. Необходимо приманку уложить, как бы в определенных местах, и по чуть-чуть. Положили, например, там чуть гранул немного посыпали, или вот два восковых брикетика положили, ну, максимум там шесть штук, например, не больше. Ну, и смысл такой, что они, мыши и крысы, очень чувствуют запах человеческих рук. Поэтому руки перед раскладыванием приманки мы обязательно или вымываем, или эту работу делаем в резиновых перчатках, чтобы не оставался, ну, запах не оставался от рук. Ну, и дальше, значит, мыши искать приманки для того, чтобы мы помнили, где мы ложили. Можем использовать какие-то тарелочки, пластмассовые, одноразовые тарелочки положили, и мы будем знать, что именно тарелочку мы ложили. Ну, а почему нельзя ложить в него приманки сразу? Объясню. Ну, значит, не факт, что мышь или крысы будут съедать всю вашу приманку. Часть приманки они будут заносить где-то в какие-то места складирования. Их места складирования будут носить, носить, носить. Если в их приманках будет мало, что она сделает? Она занесла, прибежит, больше приманки нету, она начнет ее съедать и погибнет просто-напросто. Потому что большинство этих приманок вызывают удушение мышей и крысы. Ну, мыши и крысы при этом выбегают на поверхность и где-то гибнут на свету. А они там где-то в гараже, где-то в подвале гибнут, а именно на свету. Так что, если съели, прошло время, там 3-4 дня приманки съели, ни одной не осталось, можете положить новые. Но опять же, сильно не увлекайтесь, положили и смотрите, съели они их, забрали они их или нет. Вот, если вы так будете делать, значит, вам одной приманки хватит надолго и результативность будет очень-очень высокая. Ну, а если вы сразу высыплете в эту одноразовую мисочку всю эту приманку, значит, они ее уберут, занесут. Во-первых, никакое воздействие, это не может отказать. Если эта мышка и как бы наест за приманки, это еще не факт. И не факт, что другие найдут ее в склад и быстро поедят. Так что, вот, обращайте внимание на эту приманку. Ну, соответственно, точно так же. Есть и клеевые ловушки, есть клей, намазывается клей. Ну, производители гарантируют, как бы, очень хорошие результаты, что намазывается клей, и мыши, крыса приклеивается. Ну, в моей практике был такой случай, что я проследил следы, куда бегают крысы, и промазал клеем. Ну, к сожалению, ни одна, по клею они бегали, и ни одна крыса не попала. Ну, как бы, не застряла в этом клее. Поэтому я как-то уже начинаю относиться к этому скептически. Конечно, приманки можно купить с заводского производства, а можно делать и свою приманку. Приманка для таких грызунов, как мыши и крысы, делается очень просто. Берется в равных шостях алебастр сухой, конечно, и мука. Смешивается, ставится такой порошочек, где бегают мыши и крысы, неважно, это гараж, это сарай. Поставили, и рядом ставим какую-то баночку с водой, обязательно. Ну, можете чуть-чуть капнуть масло на эту смесь, ну-ка пару капель, не больше. Вот грызунов привлекают запах, они наедаются этой смеси, потом хочется пить, сразу же напиваются воды, но алебастр с мукой, что это тоже самое цемент, что цементирует желудок, и все эти грызуны погибают. Поэтому такой рецепт приманки очень простой, вы вполне можете сделать его своими руками. Ну, если у вас есть какие-то свои интересные рецепты, есть свои интересные способы борьбы с мышами и крысами, значит, вы поделитесь в комментариях к этому ролику, и пусть все другие слушатели узнают этот рецепт, если он вам реально помогает избавиться от такой напасти в вашем сарае, гараже или доме. Мы будем вам только благодарны. Ну, а пока ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите в наш магазин и живите спокойно, без грызунов в своем доме. До свидания.